На улице минусовая температура. При таких погодных условиях на лазуре должен был образоваться уже лед. Но этого не произошло. Неподалеку отсюда сливают горячую воду. Если померить под мостом температуру воды, то она показывает более 40 градусов. Причину образования в лазуре гейзера, из которого льется кипяток, объяснили сотрудники Тверской генерации, компании, отвечающей в городе за подачу горячей воды и отопления. По их словам, сегодня утром было обнаружено серьезное повреждение на распределительном трубопроводе, проходящем рядом. Предположительно, его начнут устранять во вторник. Между тем, очевидцы отмечают, что пар из лазуре шел еще на прошлой неделе. А это значит, что уже несколько дней водоем напоминает больше не реку в средней полосе России, а курорт Франции. Хотелось бы поблагодарить от всей души наши городские власти за то, что река Лазурь постепенно превращается в лазурный берег. Можно открывать купальный сезон. По крайней мере, утки уже открыли купальный сезон, их кормовая база подогрелась. Жители города, проходя мимо реки, с осуждением смотрят на пар. Это неудивительно, ведь они понимают, что значит это явление, как для экологии, так и для них самих. Окружающую среду зазаряют. Где-то, наверное, народное хозяйство. Народные деньги улетают на ветер. Это, скорее всего, труба прорванная. Или из-за чего она идет-то? Ну, скорее всего, там труба. Значит, деньги утекают наши, за которые мы платим за горячую воду. Подсчитать убыток от протечки для граждан будет сложно. А вот для окружающего мира совсем просто. Особенно, когда подобная картина повторяется завидной регулярностью из года в год. По мнению специалистов, эта ситуация в конечном счете может негативно сказаться на флоре и фауне реки. Вот такие резкие изменения температурного режима очень серьезно нарушают биогеоценоз вот этого водоема. Это без сомнения. Это место может стать, ну, буквально рассадником патологических микроорганизмов. По мнению Дмитрия Ильишенко, река Лазурь уже сейчас представляет собой нехорошее место, как в знаменитом романе Михаила Булгакова. Здесь настоящие заросли тростника, которые из-за высокой температуры воды расширятся еще больше. А берега настолько заилены, что по ним ходить становится все сложнее и опаснее. При нормальном хозяине в городе Лазурь можно превратить в просто прекрасное место отдыха для жителей города, что будет радовать глаз и будет куда сходить и с детьми, и с семьей, привести в порядок берега, привести в порядок реку, ну, в центре же города. Юлия Ильичоу, Илья Чечет, Виталий Осипов, РЕН-ТВ, Пилот.